здравствуйте товарищи предыдущее мое видео про большие тур эндуро как я понял вам оно очень зашло поэтому я сейчас хотел бы в продолжение этой темы записать следующий видос и этот ролик скорее всего обращение к человеку который сейчас сидит и думает покупать ли ему большой тур эндуро а-ля гусь или африка твин или купить что-то другое может быть посмотрев данный видос человек который думает покупать себе большой тур эндуро и передумает я постараюсь привести несколько аргументов в пользу да или нет и также рекомендую этому человеку посмотреть мой предыдущий ролик на эту тему так вот человек если у тебя есть дохуя денег ну скажем тысяч 20 евро долларов неважно чего и ты планируешь купить себе какой-нибудь большой тур эндуро адвенчир мотоцикл скажем африку твин или бмв гусь да то мой тебе совет купил лучше что-нибудь за 10 тысяч например какой-нибудь эндуро мотоцикл да например как у меня можно не как у меня допустим у меня 300 cf а оставшиеся деньги потрать на топовую снарягу для своих путешествий топовую я имею ввиду ультра лайт купи себе классный экип водонепроницаемый с мембранами самый дорогой какой у тебя есть самые крутые боты то есть потрать эту десятку лучше вот на это собери себе самую топовую самую пиздатую снарягу которая только есть на рынке 10 косарей для этого более чем по глазах хватит там еще по за глаза хватит там еще и останется даже если ты потратишь на эту топовую снарягу 3 косаря ну запросто можно уделаться у тебя еще останется 7000 потратите деньги лучше на бензин на отеле на что-нибудь такое в путешествиях потому что если ты сейчас потратишь эту 20 на покупку без или африки или ктм какой-нибудь там adventure неважно топ в итоге на сдачу ты купишь себе самую дешманскую палатку на алиэкспрессе самый дешманский коврик тоже на алиэкспрессе все купишь самая дешманская она будет самая громоздкая больших размеров будет много весить но ты же скажешь у меня же африка твин с большими кофрем я могу себе позволить возить этот вес да можешь но мало того что мотоциклы подобного класса сами по себе тяжелые большие нагружая еще подобной снарягой да ты будешь ехать но по асфальту если у тебя план ехать чисто по асфальту ну или по какому-нибудь легкому грейдов и каждый раз бояться упасть иначе не дай бог ты пизданешься и твои алюминиевые дорогущие кафре от бмв превратятся в фарш потеряют свою герметичность да и вообще они стоят адских сука денег как крыло от самолета и ты будешь каждый раз трястись проезжая какую-нибудь лужицу грязь не дай бог я сейчас пизданусь на своем гусе то есть каждое твое падение будет тебе обходиться очень очень дорого поэтому еще раз подумай 10 раз прежде чем покупать мотоцикл подобного класса то что творят маркетологи в своих рекламах африка твин там показывает там париж дакар там где в пустынях там они летают там такие перевод и делают во первых там профессионалы там все это делается налегке ну и все это как бы ну кино грубо говоря да даже много видосов роликов ты в интернете наверняка смотрел эти ролики где там чуваки на тенере где-нибудь там хуярят через бревна прыгают это люди профессионалы и это часть маркетинга этих компаний которые продают эти большие большие мотоциклы то есть они эти мотоциклы дают профессионалам которые реально могут у которых есть скилл которого нет у тебя и они в своих роликах демонстрируют то что они спад на что они способны но это не значит что если ты сейчас возьмешь ту же тенере или гусь или еще какую хуйню да нагрузишь ее к баулами кофрами палатками спальниками вот такого размера ли ты сможешь делать то же самое нихуя подобного не сможешь вернемся к началу ты будешь ехать по асфальту из точки а в точке б от одного кемпинга к другому кемпингу поэтому если ты хочешь съехать с дороги заехать куда-то в лесок пробраться сквозь сквозь чащу леса по тропинке какой-нибудь пиздатой локации где есть речка полянка на которой ты можешь разбить палатку уединенная от всех не платя за кемпинг так скажем то посмотри в сторону мало куба турных и еще такой нюанс ребята нахуя вы все время гонитесь за кубатурой и мощностью тем более в путешествие она нафиг не нужно абсолютно я понимаю если тебе надо ехать по делам из точки а в точку б максимально быстро ты там топишь и все но если ты едешь тупо вот в отпуск представь ты едешь в отпуск даже тебе до ближайшего там красиво место будет 1000 километров ты можешь эту 1000 километров ехать спокойно начали на расслабоне правильно то есть ты можешь не надо ехать быстро за один день преодолевать по полторы тысячи километров можно их два дня ехать можно три дня ехать ты все равно в отпуске ты можешь ехать медитировать думать о чем-то приятном или неприятном просто радоваться жизни а когда тем более ты съедешь с дороги тебе эти 100 лошадиных сил они нахуй не нужны абсолютно поэтому преимущество твоего гуся или африки они сведутся к нулю перед каким-нибудь более легким мотоциклом еще раз еще раз если у тебя есть 20 косарей купи мотоцикл за десятку а десятку потрать на снаряжение на отели на 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 развлечения на отдых иначе ты купишь потратишь дохуища денег а если ты еще залезешь в кредит который ты будешь выплачивать и ты будешь то все твои путешествия будут сводиться это раз в год поехать по асфальту куда-то ну два раза ты так съездишь а на третий раз потеряешь интерес потому что это скучно это неинтересно ну в общем как то так я надеюсь я кого-нибудь переубедил или переубедил в общем неважно все всем пока спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки ну там как пойдет план все давайте